Добрый день, вас приветствует студия Климатический эксперт. Давайте рассмотрим, что сегодня произошло в мире. Москве угрожает сильнейший за последние десятилетия снегопад. Его принес европейский циклон Оливер, который стремительно набирает силу в центральных регионах России. Синоптики предупреждают, непогода продолжится еще сутки. Выпадет почти треть месячной нормы осадков. Таким снежным станет начало рабочей недели для москвичей, и к этому надо быть готовым. В связи с обильными осадками, синоптики объявили оранжевый, то есть предпоследний уровень погодной опасности. О сильном снегопаде с возможным образованием гололедицы накануне предупреждал и столичный Дептранс. Ведомство обратилось к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом. Подготовились и коммунальные службы, они уже работают в усиленном режиме. Для очистки улиц вышли более двух тысяч единиц спецтехники. Снегопад не единственная напасть. В понедельник ближе к вечеру температура начнет стремительно опускаться, а к середине недели ожидаются морозы до минус 20 градусов. Они продержатся несколько дней. Многокилометровая пробка образовалась на границе Башкорта. Астана и Челябинской области. В очереди на проезд тысячи большегрузов. Почти неделю в горном районе идут снегопады и не прекращается метель. Перевалы покрыты наледью. Поэтому для движения грузовых машин, автобусов и такси действуют ограничения. Водители сутками ждут разрешения на проезд. Сотрудники МЧС развернули вдоль трассы мобильные пункты обогрева. Режим ограничений будет действовать как минимум до понедельника. Спасатели обратились к водителям с просьбой отложить поездки по трассе М5 Урал и дождаться дополнительной информации об открытии движения. Настоящая зима неожиданно пришла в Европу. Рекордные снегопады принес антициклон Оливер. В Баварии выпало столько осадков, что регион практически отрезан от внешнего мира. Железнодорожники отменили или перенесли отправление многих поездов. На центральном вокзале Нюрнберга в ожидании скопились тысячи пассажиров. В Мюнхенском аэропорту пришлось отменить сотни авиарейсов, в том числе международных. Многие вылеты задержаны на неопределенное время. Завалены снегом и другие регионы Германии. В некоторых местах всего за сутки выросли сугробы высотой в метр. В северной части страны немногим легче. Снега выпало меньше, чем на юге, но для Берлина это необычно раннее наступление полноценной зимы. Снежный коллапс и по другую сторону Альп. В северных провинциях Италии коммунальщики с трудом успевают чистить хотя бы центральные дороги. Водители обматывают колеса машин цепями. Это вместо шипованной резины. Засыпало и Чехию. В Праге объявлен режим чрезвычайного положения. Нарушена работа общественного транспорта и железных дорог. Местами перебои с электроснабжением. Сегодня ждут, что снежный покров вырастет еще на 15 сантиметров. Продолжение следует... Продолжение следует... В снегу и Австрия. В некоторых районах юга страны сугробы скоро достигнут одного метра. Без электричества остались около 10 тысяч домохозяйств, перекрыты автомобильные дороги. Все коммунальщики на улицах. Продолжение следует... Холодно и снежно в Швейцарии. За ночь там выпала недельная норма осадков. Люди самостоятельно чистят автомобильные дороги, чтобы не увязнуть в сугробах. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад может только усилиться. Субтитры подогнал «Симон» 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 На острове Сицилия продолжает извергаться Этна, который является высочайшим европейским действующим вулканом. Свидетели сумели запечатлеть красивейшее природное явление на видеокамеру. Согласно данным местного института вулканологии, потоки лавы начали выбрасываться в середине ноября в юго-восточном кратере вулкана. В настоящее время столб пепла над Этной достиг высоты почти четыре с половиной тысячи метров. По словам исследователей, извержение, которое происходит сейчас, не осуществляет отрицательного воздействия на деятельность аэропорта в сицилийском городе Катане. Субтитры подогнал «Симон» В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Он расположен на западе страны, на острове Суматра. Наблюдался мощный столб серого пепла, клонившийся на восток. Извержение все еще продолжается, цитируют СМИ слова руководителя Индонезийского центра вулканологии Хендры Гунована. Пепел поднялся на высоту свыше 15 тысяч метров. Высота вулкана – 2891 метр. Власти объявили третий из четырех уровней опасности и закрыли зону вокруг Мерапи. Сведений о разрушениях и пострадавших нет, но известно, что пеплом накрыло несколько поселков. На Филиппинах произошло множество землетрясений за два часа. Была объявлена угроза цунами. В стране оценивают ущерб. Землетрясения, одно за другим, больше 20 менее чем за два часа. Самое мощное – магнитудой до 7,7 баллов. Из-за подземных толчков вышли из строя коммуникации. Оборваны линии электропередачи, где-то начались пожары. Была объявлена угроза цунами не только на Филиппинах, еще в Японии, Индонезии, Малайзии. Но в итоге до той же Японии дошла волна высотой всего 40 сантиметров. При этом специалисты предупреждают об опасности сильных приливов. Данных о возможных жертвах и пострадавших не поступало. Также не было информации о разрушениях. Погода в 2023 году не благоволит Южной Америке. Лето – самое засушливое за 74 года, зима – с проливными дождями и наводнениями. Пользователи сети выкладывают видеоролики с кадрами затопления уругвайской столицы Монтевидео. В результате беспрецедентных дождей некоторые районы города Монтевидео ушли под воду. Небывалые осадки привели к повреждению домов и транспортному хаосу, а также к перебоям в подаче электроэнергии. Всего без электричества оказались около 20 тысяч потребителей. Всего за два часа в Монтевидео обрушилось свыше 100 миллиметров осадков, больше, чем обычно за месяц. Городской совет Монтевидео сообщил, что бригады по оказанию помощи работали сверхурочно, чтобы восстановить нормальную жизнь. В некоторых районах департамента Канелонис на юге Уругвая также выпало от 100 до 120 миллиметров осадков. Субтитры создавал DimaTorzok